Неизвестные в городском парке Ленска разорвали баннер, повредили урны и фонтан. И все это в год экологии. Местные власти настроены решительно и надеются найти нарушителей порядка. Говорят, может дойти даже до уголовного дела. Дмитрий Вильчевский продолжит. Городской парк – уникальное место отдыха ленчан. Здесь можно отлечься от городской суеты и подышать чистым таежным воздухом. Коллектив городского управления культуры старается сделать лесной массив не только ухоженным, но и максимально комфортным. Оформляя парк интересным иллюстрирующим материалом. Значимость этого плаката трудно переоценить. В принципе, те, кто прогуливается, кто гуляет в нашем парке, они могут подойти и ознакомиться со всеми обитателями нашего парка. Я считаю, что, думаю, эти лица, которые эти совершили, это просто люди, которые не имеют элементарного понимания культуры, поведения в общественном месте. От рук вандалов пострадал также фонтан, находящийся на реконструкции, и вмонтированная в бетон урна для мусора. Кому-то она показалась лишней на одной из центральных аллей. Администрация намерена обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы были найдены виновные лица. Ну и в соответствии от причиненного ущерба, я думаю, будет возбуждено либо административное, либо в соответствии с причиненным ущербом уголовное дело. В рамках программы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения у нас предусмотрена установка видеокамер. Сегодня у нас порядка 20 видеокамер установлены по всему городу, но, к сожалению, парк пока у нас еще не затронут. Конечно же, в ближайшем будущем мы обязательно поставим на входе, наверное, и на выходе видеокамеры. Ну, начнем с этого. Ну и где-то, конечно, там, где проводятся массовые мероприятия. Многое в городе меняется к лучшему. Украшаются скверы, устанавливаются новые лавочки и скульптурные композиции. Но, как оказалось, главное не это. Гораздо важнее сохранить и сберечь новшества, на которые затрачиваются бюджетные средства и силы людей.